девочки дорогие всем привет сегодня видео болталка меня как-то отсвечивает я нам сейчас отодвинусь подальше чтобы свет на меня солнце не падала вот так села на на парковке и записываю видео потому что другого времени нет а я все равно жду своего сыночка из колледжи и у меня осталось время я тут ездила туда-сюда за ним не еще ехать рано поэтому я вот запарковалась и записываю решила записать видео болталку с которыми у меня очень все не клеится вы знаете сколько раз я записывала разговорные видео потом смотрела слушала и стирала и не выпускала youtube потому что вы знаете я и считаю что у меня зрительницы они настолько умные люди что у меня должен довольно высокий стандарт вот я не могу просто так сидеть и полчаса перемалывать воздух думаю что это кому-то интересно мне кажется это просто вот отнимание времени у людей значит который будет сидеть меня слушать и как бы то есть меня всегда такое мне хочется если видео болталка чтобы это было действительно вот по максимуму интересно полезно позитивно вот не просто бла 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 вот есть блогерши которые сидят и полчаса языком молотят ни о чем просто вот ни о чем что она поела как она спала где у нее что и как болит и что чего господи боже кому же это интересно вот никому это не интересно и тем более там есть сидят там получают всех там делайте то как жить не что не делать как не жить при этом там люди сами как бы вот мягко говоря в жизни ничего не достигли бизнес пошел по одному месту карьера не сделано у монет интеллекта нет образование нет но сидит и учит всех вот это вот вот это вот самомнение вот это вот люди которые знаете совершенно не думают о том что у нее сидит там тысячи человек вы смотрят слушают надеются услышать что-то полезное интересное ну или вообще просто вот послушать что-то чтобы для души для для сердца а на самом деле вместо этого так идет человек садится на рядом машин смотрит что я говорю в телефон и очень удивляется ну ладно а на самом деле просто я же говорю перемалывание полчаса перемалывания языком вот воздухов из пустого в порожню поэтому я записываю свои видео очень часто потом их стираю вытираю потому что мне кажется что это ну ничего такого о чем вообще о чем говорили не знаю вот сегодня попробую рассказать что-то интересное поговорить обсудить значит ну я не знаю я бы очень хотела чтобы вот вы мне накидали под этим видео я хочу вернуться к этому формату разговорные видео я вы просто хотела бы понять что вам интересно я смотрю что заходит видео хорошо старые мои видео которые я записывала про отношения там 50 плюс потом вот видео зашло хорошо про похудание но это всегда как бы интересно но дело в том что как бы я вот вам рассказала свою систему похуданий ну чё я сейчас второму кругу пойду нет принципе ну я уже вам рассказала можем что-то обсудить там похудательная например да если вас интересуют какие-то конкретные вещи и я не знаю про моду про тряпочки про украшение это я вам все показываю разговаривать чё про это разговаривать вот я думаю там про воспитание детей но я не знаю знаете тоже мне кажется у меня зрительница у них у всех разный возраст у детей мои так уже выросшие и сказать что я как-то так очень сильно воспитывала мне трудно на самом деле они сами выросли хорошими людьми я не особо там воспитывала их просто вот растила в любви вот я считаю что для этого для того чтобы воспитать хорошего человека его просто надо очень сильно любите что и он должен об этом знать вы знаете кстати вот я хочу сказать что здесь в канаде я этому здесь научилась у местных и мне кажется что это очень классно каждый раз когда допустим мой ребенок мы говорим по телефону с кем-то из них да я всегда конь завершаю так сказать беседы по телефону i love you то есть здесь фраза i love you она не не используется только вот как мы привыкли там когда в какой-то романтической подопуск какой-то романтический подоплекой там мужчина женщине муж жене и так далее здесь i love you это я тебя люблю я надеюсь вы понимаете меня переводить употребляется очень часто просто вот вы хотите показать свое хорошее в эту минуту отношению члену своей семьи или другу или подруге можно также сказать это не является чем-то вот то есть это не всегда романтическая фраза например детям я своим всегда по поговорить с ними по телефону поправить перед тем как попрощаться я всегда говорю love you take care of you ну то есть позаботься о себе я тебя люблю потому что человеку важно знать мне кажется что они думают что заботятся о нем что его любят причем эти слова не превращаются в какую-то знаете в просто вот какие-то слова которые бросаешь типа до свидания я тебя люблю нет вот я считаю что эта фраза она остается как бы таким знаете вот мне кажется чем-то что как бы скрепляет отношения ваши с мамой с папой с ребенком вот с кем-то из семьи поскольку меня дети такие ну в общем-то англоговорящие в основном нет они говорят по-русски но когда с ними общаюсь им легче когда я говорю по-английски хотя много по-русски тоже будет поэтому я эту фразу говорю и говорю им по-английски и вот для меня это сначала было очень странно когда мы приехали вот в эту англоязычную так сказать пространство и я стала видеть и слышать как это делают люди вокруг меня потому что повторюсь еще раз нашем представлении эта фраза звучит в общем как бы вот ну совершенно в других обстоятельствах а вот здесь нет здесь говорят это родственникам друзьям причем говорят это часто говорят это без повода просто потому что чтобы дать понять человеку что что он любим при этом она не обесценивается эта фраза она все равно остается чем-то что вот идет от сердца от души но у меня так во всяком случае о чем-то я начал так а это я все к тому что я мы я хотела услышать ваше мнение что о чем вам интересно чтобы я с вами разговаривала и вот я так понимаю что очень интересное видео про отношения особенно 50 плюс мне кажется я тоже я сама это люблю сама люблю слушать всякие истории там поженились развелись повстречались потом разошлись потом через 20 лет снова встретились опять влюбились а вы знаете кстати у нас была такая есть такая история вот в канаде я раньше ну вот как сейчас я больше когда я езжу в машине я слушаю youtube когда-то я очень много слушала радио нас есть одна радио ведущая она же и на теле на телевидении ведущая она вела передачу я даже не знаю сейчас она ведет то что если жить я телевизор не смотрю больше у нас вообще отключены все эти каналы у нас есть это стриминг netflix там и так далее и youtube ну в основном стриминговые всякие сервисы и она вела значит передачу на на телевидении такую женскую знаете рецепты отдел одежка моды там советы по домовозу общем всякие очень приятная женщина кто живет в канаде ее зовут мэрилин дэнис вы наверное знаете и и она продолжает вести вот по радио утром я когда на работу ехал она продолжает вести как какую-то утреннюю программу одну из на 1 1 из радиостанций и значит но такая женщина ей уже лет за за 60 наверно может быть под 60 может быть под 60 может быть 60 то так и она была очень долго замужем у нее сын у нее есть внука уже по моему там и вот значит она с мужем развелась все это происходило как бы но она перс персона известная селебрити поэтому про ее личную жизнь многие знают естественный развод который произошел лет десять назад был широко так сказать обсуждаем все про него говорили обсуждали и прошло какое-то время и она объявила что она выходит замуж и всем конечно было очень интересно за кого она выходит замуж и она сказала что выходит она замуж за мужчину он доктор они чуть ли не из из старшей школы помолились университета знают друг друга встречались какое-то время разошлись и потом снова вот когда она развелась прошло какое-то время он узнал что она в разводе у него тоже была семья своя он тоже в разводе и в общем они встретились и вот представляете поженились через наверное 30 лет 40 лет после того как они встречались но вот если я сейчас 61 замуж она вышла там лет пять назад значит где-то это было там ну после как ну вот в общем 30 30 35 лет прошло с тех пор как они встречались они снова соединились и вот уже какое-то время они живут вместе это очень интересно еще кстати одна такая история я знаю есть американская она вела она жила в техасе и вела в местную местную телевид телевизионную программу в техасе но я а не узнал потому что у нее есть youtube канал зовут ее доминик 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 фамилию я забыла сакса или саше как то вот так вот у него фамилия такая странная бесподобно красивая женщина она по моей ровеснице это же 57 сейчас вот исполнилось по моему с ним одного года но она шикарно выглядит она невероятная красотка у неё на ютюбе там по-моему несколько миллионов подписчиков и она телеведущая была в свое время сейчас она что-то другое там она уволилась этой со своего с того канала где она вела передачи и она помню какой-то частный подкаст идет или что такое не знаю вот это я не знаю потому что я за ней наблюдаю на ютюбе и в инстаграме она не шикарная фигура она рассказывает там как она какие она делают упражнения она рассказывает о том как она макияж в общем одежда все она ну и вообще там советы по жизни вот ее советы мне интересно потому что женщина во первых выглядит шикарно она действительно выглядит шикарно во вторых она очень успешная смысле ну вот карьеры и так далее то есть на ютюбе в общем достаточно хороший прогресс 2 миллиона там или больше сколько там подписчиков очень интересные видео я с удовольствием и смотрю если я может быть не забуду и найду ее канал я оставлю линк но для она конечно по-английски ведет канал так что только кто по-английски говорит хотя может быть там можно титры субтитры включить сейчас я честно говоря даже не знаю короче говоря я наблюдаю за перепитями и жизни она тоже была какое-то время в разводе у нее мальчик сын есть потом она вышла замуж тоже довольно давно потому что я давно смотрю канал очень на роли 10 уже смотрю давно ее канал нет но не 10 может лет 7 наверно то вышла замуж за такой импозантного красавца они вроде бы все было хорошо прекрасно жили жили не тужили он тоже какой-то очень какая-то селебрити то есть она довольно известная женщина в штатах и проживший там лет три-четыре года вдруг значит известие о том что они разводятся почему не шикарный дом красивый в общем они вместе купили они у нас состоятельная женщина муж у нее очень состоятельный мужчина все у них жизни было хорошо причем она очень много рассказывала про то что вот у нее сын у мужа по-моему две дочери или трое детей от предыдущих браков и вот она очень часто показывал как они в отпуск ездят все вместе с детьми так сказать вот всей вот этой вот компании да не вроде бы так все замечательно и прекрасно но вот тем не менее через какое-то время это был шок потому что я смотрела за ней и я видел в комментариях все были в шоке что она разводится со своим этим мужем и она переехала куда-то в другой город по-моему она жила далась или в техасе по-моему на жил в тихо в техасе она переехала в даллас вот я точно извести и она из штата техас что я сказала что он жила в техасе техас это штат подождите город в каком городе она жила я забыла но в общем короче она осталась в штате техас но она по-моему переехала в даллас какой город столица техаса техас по-моему и город что так называется дачу ты меня заступорила но неважно поправьте короче и и вдруг и вот вот она где-то год она жила значит далась и и у нее все было все хорошо она собакой значит переехала туда сыну не уже взрослый он уже уехал учиться университет и значит она тоже много показывала там свою жизнь и вдруг в один прекрасный день она появляется на своем ютюбе с обручальным кольцом и с кольцом engagement нужен бриллиантов которые на на помолвку дарит и тут конечно посыпались вопросы значит что происходит и так далее и она значит рассказала что она вышла замуж никому никому не хотела об этом рассказывать потому что ну не знаю может быть не знаю почему никому не рассказывала хотя она довольно известная youtube instagram общение большие соцсети она значит вот так вот все это скрывала она уже какое-то время встречалась этим своим нынешним мужем и был как такой вопрос что кто он что она на его не показывала предыдущего она прям показывала везде этого она почему-то не показывал не знаю боялась сглазить нет но неважно короче говоря она значит не спросили как так быстро получился вы же вы же если вы только год как развелись как же так получилось что вы тут же прямо не не приходя в сознание как вы успели узнать этого человека настолько хорошо чтобы выйти за него замуж так быстро на что она сказала что мы знаем друг друга 20 лет она не сказала что они встречались 20 лет назад но она сказала что я знаю его 20 лет и вот когда я развелась он меня нашел и мы значит стали встречаться то есть мне не нужно было много времени потому что я очень давно знакома с этим человеком и в общем не знаю надеюсь что надолго надеюсь что они это то что они хотят оба и я действительно очень она мне нравится я очень за нее так сказать болею не все будет хорошо потому что женщина она очень сильно видно что она очень такая самостоятельная сделала карьеру в общем прекрасный выглядит и поэтому я думаю что все у нее в жизни будет замечательно прекрасно и вот такая вот история и вот это уже среди вот людей которыми которых я знаю но есть из селебрити так сказать из известных людей это две истории которые я знаю что женщины выходят замуж за кого-то с кем они были знакомы очень очень давно но под что-то не сложилось не получилось а потом прожившие можно сказать жизнь выйдя замуж разведясь раз другой там десятый они все-таки возвращаются кому-то с кем они либо встречались какое-то время назад ну очень-то в давно прям чуть ли не там с университета или человек которого они очень давно знают и как бы ну знакомы с ним то есть вот такая вот интересная ситуация с возрастом как будто вы получается так что вы начинаете ценить и понимать того человека который вам не казался подходящим чтобы за него выйти замуж и вдруг после 50 после 60 вы вдруг понимаете что этот человек проживший жизнь долгую сложную полную там разочарований браков развода вы вдруг понимаете что человек которого вы знаете очень давно и которую вы раньше не видимо не рассматривали как претендента на руку и сердце вдруг оказывается что он да действительно собственно вот есть тот самый единственный которого почему-то вы всю жизнь не замечали и не понимали что он должен стать вашим мужем и вот с возрастом вы поняли что это вот на самом деле то что вам нужно это очень странная очень интересная ситуация мне вот интересно ваше мнение знаете ли вы такие истории и если да то чем все кончается потому что мне действительно интересно насколько долговечен может быть этот брак насколько он успешен потому что действительно в такой ситуации так как бы ну ну вот вопрос почему всю жизнь вы жили и знали про это про этого человека и не считали что вы хотите за него замуж и вдруг там после какого-то возраста вы вдруг решили может быть это какой-то наступить на горло наступить на горло песни что называется то есть это какая какой-то компромисс с собой да или или это действительно вот такая внезапно любовь не нечаянно нагрянет да по-моему так было и человек который вы вдруг вы понимаете что вот это вдруг такая любовь а может быть вопрос вообще не любви потому что после пятидесяти шестидесяти вот такая вот в любовь или влюбленность она уже не по моему не играет такой роли в выборе партнера потому что вам важнее чтобы человек был хороший чтобы он был обеспечен чтобы она заботился чтобы вам с ним было комфортно чтобы вы могли вместе смеяться шутить гормоны уже так сказать немножко не не в том состоянии и поэтому все остальные моменты возможно которые вас смущали по молодости после пятидесяти вас перестают смущать и вы понимаете что в более важные вещи важны так как-то я масло масляное важны другие вещи в браке они именно вот какая-то влюбленность потеря головы и там и так далее то есть вот это очень интересный момент на самом деле на самом деле я видео собирал записываться совершенно другом но вот так вот как-то вот дорожки пути дорожки как-то меня вот это вот вывела на эту тему я вспомнила эти две истории решила с вами поделиться и заодно послушать ваше мнение мне и правда очень интересно что вы думаете на эту тему потому что это интересная интересная вещь на самом деле в жизни я такого не встречала вот как-то вот среди известных людей вот я вижу так а кстати вот давайте чего далеко ходить бен афлик и дженнифер лопес которые были помолвлены потом разошлись потом через двадцать или сколько лет снова поженились и снова разошлись не прожив по моему ну сколько они год-два по моему поженились как и уже вот они уже они как бы разводятся знаете с селебрити голливудскими там другая история там возможно какой-то пиар возможно какая-то я не знаю в общем это не ненормальные люди это небожители которые которых вообще там по-моему 10 пятниц на неделе и для них пожениться и развестись это как нам сходить в ресторан покушать и потом сходить другой ресторан покушать понимаете то есть у них очень все это как-то легко и просто причем так смешно что они в общем-то всегда женятся очень часто вот казалось бы ну вы сошлись снова тоже дженнифер лопеса бен афлик ну живите вместе ну чего вам жениться это оба как бы денег у все у обоих навалом как бы финансово они не нуждаются в друг другу поддержки какие-то там я не знаю каких-то других причин для этого тоже не должно быть ну казалось бы то ну решили сойтись снова ну живите и радуйтесь нет они должны были пожениться платье белое фото до 5 там все все такое как вот помните историю когда анжелина джоли вышла замуж за брэд пита и они через жили долго-долго жили вместе неженаты просто жили вместе детей нарожали кучу но усыновляли кучу детей потом решили пожениться вот с потой до 5 вот так вот в белом платье и через год или сколько развелись после этого вот пожалуйста вам вот тоже так же это афлик и и дженнифер лопес да ну чё казалось бы да ну вот живи жили бы жили нет поженились и через год или меньше они разводятся потому что потому что говорят что он изменил но это голливуд этот это вообще это другая планета это это люди не как бы не такие как все это какая-то какие-то инопланетяне на них вообще равняться и смотреть что они делают это вообще бессмысленно а вот жизнь я реально не встречал потому что две истории которым сказал это да известные люди это как бы они морской целебрецы но это не голливудские звезды это женщины вот например про которых они не всемирно известные то есть они известны но не до такой степени чтобы вот их приравнивать к звездам голливуда который на которых равняться нельзя в жизни я такой ситуации никогда не встречался вот я не знаю такой истории среди своих знакомых я хорошо подумать ли вспомню то расскажу может быть у меня есть такая история просто я про нее забыла но вот сейчас вот на вскидку я ничего такого не вспомню вот вот такое видео сегодня девочки верны возвращаюсь болталкам очень хочу чтобы у нас они получались единственное что мне очень важно знать что вам интересно если вам действительно интересно что что о чем мы с вами можем болтать я делала прямые эфиры какое-то время назад ну знаете не знаю мне как-то с прямым фирме во первых вот здесь я села на на 20 минут видео полчаса записала прямой эфир должен сейчас полтора у меня просто нет времени я ведь работаю и когда я даже работаю из дома для меня было очень сложно вот сидит полтора часа и вместо работы то есть это я делала свой перерыв и в общем это все очень непросто для меня поэтому сложно хотя я бы хотела вернуться к прямым эфирам а еще проблема у меня что то есть вечером прямой эфир вести я не могу потому что в европе ночь в основном зрители у меня из европы поэтому как бы нет смысла ну как бы все спят а днем когда люди не спят у меня работаю тем более что мы сейчас возвращаемся декабря месяца мы возвращаемся на не каждый день в офис но вот я сейчас ходила два раза два раза в неделю сейчас я буду ходить три раза в неделю поэтому времени у меня совсем будет мало еще меньше время так что с прямыми эфирами конечно очень-очень напряженка выходные опять же у меня тоже куча дел и дома дети и все общем поэтому так а вот так вот видео сеть записать если вы мне расскажете что вам интересно о чем вы хотели со мной поговорить я с удовольствием буду с вами обсуждать всякие темы и накидаете если накидайте тем я буду на эти темы разговаривать с вами и рассказывать свои мысли и свои ощущения все что я думаю все на сегодня все всех люблю целую с вами ладита всем пока бай бай